доброе утро и добрый вечер уважаемые коллеги на камчатке 1902 я хочу представиться зовут меня танченко татьяна юрьевна я являюсь владельцем медицинского центра центр здоровой стопы город петропавловск-камчатский а также я являюсь инструктором академии здоровых ногтей анны романовой я рада вас приветствовать сегодня в прямом эфире и сегодня у нас с вами будет метод адриана аркады буду рада ответить на ваши вопросы что у нас здесь с вами есть вообще когда первично ко мне обратился данный клиент сейчас я чуть-чуть повыше сделаю вот так чтобы было всем видно покажу сейчас вам дайте мне пожалуйста телефон фотографии что у нас было до с каким с какой проблемы у нас обратился клиент то есть вот такая проблема у нас была в росший ноготь изменена кривизна ногтевого ложа измен изменен цвет и структура ногтевой пластины и было формирование пиогена гранулема то есть с медиальной стороны валика доброе доброе утро нами было выяснено что данный клиент носил 41 размер обуви но по факту когда мы поставили на мерную линейку то есть размер был 44 соответственно была проведена резекция части боковой стороны ногтевой пластины и после того как у нас с вами спал воспалительный процесс то есть вот в таком положении до после того как у нас прошла эпитализация тканей у нас ногтевая пластина в этой части ведь отсутствует из мы сделали что подготовку ногтевой пластины к методу аркада это вот такой вот куб сейчас я буду устанавливать ногтевую пласть пальчик в этот куб и буду вам демонстрировать в прямом эфире как можно работать с этим методом на самом деле я хочу сказать что методов работы именно с у них а криптозом их достаточно много да мы будем работать сейчас этим методом чтобы вы видели что у нас инструктора всесторонне развиты да что мы обладаем многими способами работы с ногтевой пластиной да то есть применяем различные коррекционные системы на наших курсах вы проходите и титановая нить и bs пластина и сейчас с апреля месяца у нас уже будет система dry ты о я буду ее преподавать курсы очень обширные программ очень много мы вас будем рады видеть на всех наших курсах ну и соответственно делимся с вами опытом показываем рассказываем для того чтобы вы видели да какими способами можно еще работать данный способ я редко использую но если мне например нужно куда-то улететь и соответственно я знаю что клиент у меня останется я могу как раз использовать вот такой метод почему потому что он будет восполнить часть ногтевой пластины отсутствующую да и не даст возможности повторного воспаления но в принципе здесь видите мы причину воспалительного процесса убрали соответственно здесь уже ногтевая пластина не будет вырастать поскольку мы поменяли размер обуви предварительно я подготовила зачистила ногтевую пластину убрала верхний слой и если так я буду уже работать с материалами до для того чтобы показать вам как можно работать вообще этим способом использовать я буду материалы аркада сначала мы делаем такую штучку для того чтобы у нас фиксатор ногтевой пластины можно было установить на ногтевую пластину мы делаем вот такой фиксатор сюда небольшое количество материала на все ваши вопросы я буду рада ответить после эфира когда мы проведем эфир простите кто-то пытается дозвониться подсушиваю немножко материал для того чтобы у нас можно было установить и делаем здесь вот такую дырочку если хорошо подготовлена ногтевая пластина то клиент не испытывает вообще никакого абсолютно дискомфорта никакой абсолютно болезненности то есть ему может быть чувствительно но не болезненно подсушиваю феном выглядит конечно это очень скажем устрашающе но тем не менее метод очень хорош здесь принципе могла бы я использовать различные методы да и в том числе и бс пластину и титановую нить и драй т.о скобу то есть очень много вариантов все они направлены на исправление кривизны ногтевого ложа то есть в этом случае я могу работать несколькими вариантами то есть как раз на курсах на наших мы вас обучаем как правильно подобрать вообще в принципе для той или иной для того или иного случая определенный метод до работы с ногтем здесь не говорится о том что именно только этот способ вы можете использовать все эти способы направлены на исправление кривизны ногтевого ложа и на исправление такой проблемы как вросший ноготь я немножко жду пока у меня за полимеризуется материал и поскольку мы здесь сделали резекцию убирали часть ногтевой пластины то есть видите здесь прямо угла вот этого не хватает сейчас вот так вот сделаю чтобы вам было более видно вот этого угла не хватает я здесь буду делать сейчас специальную простите пожалуйста что-то у нас прерывается со связью но поскольку я на камчатке у нас здесь бывают такие очаровательные перебои со связью я надеюсь что вы меня все слышите поставьте мне пожалуйста плюсики девочки чуть чуть попозже отвечу вам на все ваши вопросы поскольку я их не вижу мне ассистирует просто мой администратор но мне не очень будет сейчас удобно вам на них отвечать я буду делать такой элемент который будет восполнять часть ногтевой пластины и полимеризую также хорошо отлично что вы меня слышите еще раз повторю что методы коррекции вросшего ногтя и очень много и даже не всегда я вообще использую коррекционную систему в большинстве случаев бывает так что она и не нужна собственно коррекционная система то есть можно работать без нее абсолютно почему потому что мы убираем с вами причину то есть чему мы учим на курсах мы учим читать правильно стопу и решать проблему это может быть и собственно использование и и протезирование ногтевой пластины это может быть использована метод ортезирования то есть изготовление ортеза который будет отделять большой пальчик от 2 до то есть устанавливаем установлена будет здесь ортез и он будет исключать сдавливание ногтевой пластины и соответственно не будет воспалительного процесса то здесь вариантов очень много то есть чему мы обучаем на курсах это тому чтобы вы правильно читали стопу по минималь понимали проблему с которой вы сталкиваетесь и соответственно учились решать эту проблему и эту проблему можно решить несколькими способами это не обязательно будет именно вот этот вот метод поэтому способов очень на самом деле много так сейчас я запилю материал достаточно хорошо опиливается до используется специальный акрил его я использую для протезирования ногтевой пластины то есть видите я изготавливаю специальный элемент который мне будет позволять восполнить нехватающую часть ногтевой пластины потому что конечно пиогенная гранулема была очень большая и собственно не представлялось возможным вывести клиента без резекции да то есть но мы не убирали не затрагивали матрикс то есть мы убрали для того чтобы не было воспалительного процесса потому что конечно если бы мы оставили воспалительный процесс был гораздо длительней естественно причину мы убрали и был бы результат но он был бы просто более длительный материал достаточно хорошо опиливается его еще раз повторю я люблю использовать для протезирования ногтевой пластины он обладает различными свойствами да такими как не пропускает туда никакие условно патогенные микроорганизмы которые могли бы собственно нашему клиенту создать еще дополнительные проблемы в виде различных бактериальных до заселение бактерий чуть-чуть на себя на пальчик сделаем сейчас открутим фиксируем пальчик для того чтобы ногтевая пластина нас не ходила не двигалась чтобы было удобно работать и подставляю корректоры в этом случае я буду вот использовать вот такой корректор выглядит конечно это когда клиенты первый раз это видят они конечно начинают нервничать им кажется что это выглядит ужасно и собственно но тем не менее то есть ужасно это только лишь выглядит по факту метод очень хороший и соответственно подставляю чувстве чувствительно может быть маму клиенту но еще раз повторю не критично то есть моя задача поднять часть край ногтевой пластины здесь принципе я даже знаете как могу и не доставлять вот этот вот кусочек почему потому что зря его даже выставила выпилила потому что вот эту часть просто мне нужно восполнить именно методом пропизирования для того чтобы угол у нас туда не уходил мой клиент сидит абсолютно спокойно то есть ему ей комфортно и доставляю часть стараясь сделать так чтобы вам было видно материал полимеризуется при помощи горячего воздуха то есть я использую фен задача какая чтобы ноготь остался в том положении которое я сейчас ему задам и сюда еще чуть-чуть немножко подбираю вот здесь и и просушиваю материал аркада сейчас когда доделаю девчонки все вам покажу все вам расскажу все вам объясню на самом деле говорю еще раз мы можем использовать несколько способов коррекции вросшего ногтя убирая горячий воздух потому что может быть чувствительно клиенту до за счет горячего воздуха материал должен полностью заполимеризоваться для того чтобы ноготь остался в том положении в котором я его сейчас зафиксировала раньше я хочу сказать что мы использовали типсу для этого то есть когда еще не было коррекционных систем но было у нас наращивание я использовала и не только я есть некоторые у нас мастера то есть мы восполняли вот эту часть и собственно типс тянула наверх да то здесь смотрите мы восполнили вот эту часть нехватающую ногтевой пластины и ноготь полностью вот он на поверхности смотрим заполимеризовался ли у нас акрил акрил у нас заполимеризовался аккуратненько убираю аккуратненько чтобы ни в коем случае клиенту не сделать никаких болезненных ощущений у нас очень смелая девушка сидит которая любезно согласилась побыть для нас моделью стараемся сделать очень аккуратно и вытащить видно чтобы клиенту не сделать никаких болезненных ощущений и с этой стороны точно также поднимаю часть ногтевой пластины и хотелось конечно мне сначала использовать элемент но вот он мне просто не нужен потому что хватило достаточно той части и поднимаем с этой стороны то есть тоже часть край ногтя поднимаем и точно так же его тоже протезируем не надо накладывать много материала потому что мы с вами знаем что ноготь должен быть от 0 3 до 1 миллиметра но в идеале конечно чтобы он даже был до 1 миллиметра плотность ногтевой пластины поэтому естественно у нас не должно быть плотнее ногтевой пластины чем та плотность которая у нас должна быть у нормальной ногтевой пластины и на второй ножке я вам чуть позже покажу там установлена скоба dry to я тоже хотела ей работать и с этой стороны играть то но приняла решение что в прямом эфире вам покажу систему как раз таки метод адриана аркада уже на курсах непосредственно вы можете ознакомиться с системой как изготавливается устанавливается на ногтевую пластину система dry to и немножко подождем пока у нас застынет материал сейчас вам покажу другую ножку пока у нас здесь будет застывать материал и вот смотрите то есть здесь установлена скоба dry to здесь она стоит уже сколько у нас наверно недели две до установлена две недели то есть у нас то есть смотрите углы находятся на поверхности у нас здесь был тоже воспалительный процесс если вы внимательно приглядитесь то кривизна ногтевого ложа сейчас чуть-чуть вот увеличу вот здесь видите выемка которую ноготь выдавливал то есть насколько изменилась кривизна ногтевого ложа и изменился изменилась ногтевая пластина то есть вот она часть который ноготь выдавливал вот он и с этой стороны тоже смотрим у нас абсолютно на поверхности находится угол то есть ничего моему клиенту не мешает уже здесь скоро мы будем снимать но я думаю еще недельку мы походим и будем здесь снимать уже коррекционную систему и убираем ножку возвращаемся к нашему пальчику снимаем аккуратно держатель и снимаем аккуратно держатель тот который у нас держал ногтевую пластину раскручиваем держатели которые держат пальчики и убираем ножку вытаскиваем на самом деле очень даже хорошо работает сейчас покажу вам насколько изменилась кривизна ногтевого ложа насколько приподнялась ногтевая пластина посмотрите то есть углы вообще абсолютно не касаются они приподняты здесь тоже то есть часть ногтевой пластины которая у нас была утоплена и которой не хватало мы ее восполнили с вами сейчас здесь просто мы опиливаем и соответственно у нас с вами готова процедура материал хорошо опиливается как видите в этот раз я взяла аппарат с пылесосом еще раз повторю что тонкость плотность ногтевой пластины не должна быть больше чем один миллиметр то есть соответственно мы должны привести к плотности один миллиметр и этого будет достаточно для того чтобы ногтевая пластина была зафиксирована в этом состоянии люблю такой коррекционной системой работать с детьми потому что достаточно часто убираем им углы воспаленные до когда воспаление опиогенные гранулема когда возникают у детей и опиливаем не более еще раз повторю миллиметра должна быть ногтевая пластина иначе вот эта плотность она тоже будет создавать давление на ногтевое ложе здесь прям практически сводим на ноль но вот даже с тем что мы вот сделали с вами протезирование до восполнили вот этот угол нехватающий приподняли угол здесь это не исключает все таки применение капель которые например будут придавать эластичность ногтевой пластине это могут быть содержащие вернее коллагеновые капельки есть они в разных линейках очень мне нравится в академике есть такие капельки тинктура не очень хорошо работают как раз таки с такими проблемами да и соответственно хорошо дают рост ногтевой пластины и мне остается здесь только лишь подпилить ей свободный край сейчас я схожу за фрезой 2 секунды прямо буквально и мы подпиливаем с вами свободный край ногтевой пластины свободный край он не должен у нас быть длинным то есть должны быть на поверхности углы но свободный край не должен быть длинным и вот эту часть чуть-чуть подпиливаем смотрите то есть наша задача была какая восполнить нехватающую часть ногтевой пластины мы с вами это сделали то есть угол находится теперь на поверхности вот он четко проходит тампона держатель то есть нету туда углубления у нас и здесь тоже самое то есть абсолютно все свободно я могу теперь спокойно отпускать клиента дав ему рекомендации ну и конечно же рекомендуем осмотр клиента в кабинете обязательно подолога ну либо мастера педикюра по другому сейчас я перевожу камеру уже на себя девчонки буду готова сейчас вам ответить на все ваши вопросы добрый вечер еще раз доброе утро коллеги я рада буду сейчас ответить на ваши вопросы смотрите несколько методов но все-таки могли применять в этом случае вы можете опускать нашу модель и отпускать ее в этом случае мы могли с вами применять и систему драй ту и систему титановая нить и систему bs пластина и много-много других вообще коррекционных систем то есть все они направлены на исправление кривизны ногтевого ложа и на восполнение вот этой вот части угла да то есть соответственно задачу мы свою выполнили с другой стороны у нас установлена коррекционная система драй ту и там тоже мы будем с вами уже работать на наверно через неделю уже будем снимать потому что угол практически находится на поверхности то есть мы свою задачу выполнили у человека прошел воспалительный процесс ушло у нас на это приблизительно сколько с момента обращения три недели до три недели то есть три недели с момента первичного обращения моего клиента так теперь буду отвечать на ваши вопросы давайте буду к тому кому пропущу случайно вдруг дублируйте чтобы я смогла отметь ответить вам золотые ручки спасибо спасибо вам большое мы для вас работаем в прямом эфире для того чтобы показать насколько обширны знания преподавателей нашей академии то есть мы учимся развиваемся стараемся писать для вас методические пособия для того чтобы вы потом это могли применять своей практике потому что конечно же даже пройдя учебу мы все равно остаемся вашими кураторами вы всегда можете обратиться к нам и мы всегда мы вам поможем расскажем и объясним носится смотрите до полной отрастания вот этого угла который мы с вами за протезировали восполнены при этом я хотела изначально поставить ей вот такой вот элемент до восполнить часть но поставив корректор то есть он поднял часть ногтевой пластины и собственно в этом угле у меня от пола надобность да но вот такие вот различные элементы я их изготавливаю и на курсе который вы проходите у меня например патологическая практика мы проходим протезирование и вот такие элементы мы тоже используем но уже без этого клуба то есть можете применять их и без этого клуба я с радостью научу вас и подскажу как это вообще делается носится еще раз повторю до полного отрастания на коррекцию она приходит я осматриваю вообще пациентов осматриваю раз в неделю то есть те кто с воспалительными процессами у нас идет у нас медицинская лицензия у нас работает в штате врачи и соответственно с воспалительными процессами работают врачи а я приступаю к работе когда уже полностью нету воспалительного процесса смотрите у меня был вросши ног эти мне не протезировали да еще раз повторю вариантов вообще очень много то есть различные коррекционные системы у них у всех одна задача то есть исправить ту проблему с которой обращается к нам клиент то есть мы с вами задачу решать можем многими способами и один из них я вам продемонстрировала а те которые мы взаимоза они все взаимозаменяемые то есть есть крючковые системы которые устанавливаются на ногтевой пластине есть клеевые коррекционные системы есть вот такой вот метод то есть наиболее самые востребованные подходящие вам для вашей практики мы конечно стараемся преподавать и объясняем учим находим специально модели для того чтобы вы могли не только теоретически освоить этот материал но и собственно практически знать как правильно устанавливается коррекционные системы как они работают и какая будет у вас уже впоследствии динамика у клиентов чтобы не было ни в коем случае наоборот хуже до клиенту это все мы рассматриваем на курсах здравствуйте капли размягчающие продавать клиенту или он приходить должен нет вы можете продавать капли на для домашнего ухода не требуется чтобы он приходил к вам на процедуру ежедневно потому что утром вечером вы будете применять эти капли и собственно массажными движениями то есть стимулировать деление клеток то есть отрастания ускорения роста ногтевой пластины это не гель это специальный материал называется наркада его я преподаю вернее не коррекционную систему аркада метод а именно вот этот материал я использую дать для протезирования на самом деле мы несколько используем материалов но и они холит и есть еще различные гелевые системы но могут я люблю очень вот этот материал и работаю им достаточно давно уже в течение трех лет по моему материал при коррекции полностью снимайте нет я лишь убираю свободный край то есть смотрю нужно ли мне там где-то докладывать что-то что-то корректировать если мне нужно будет полностью например переделывать то соответственно я снимаю заново просто делаю до мои курсы будут девочки в апреле месяце 12 13 14 это будет огромнейший теоретический блок и практический блок называется практическая патология еще раз представлюсь меня зовут танченко татьяна юрьевна я являюсь преподавателем академии здоровых ногтей анны романовой и буду рада вас видеть на курсе что входит в курс это и протезирование ногтевой пластины это коррекция вросшего ногтя вы проходите несколько коррекционных систем это изготовление артозов то есть межпальцевые мозоли мы с вами проходим мозоли по стопе трещины разгрузки проходим различные то есть это все проходится огромнейший блок который вы за три дня мы должны с вами освоить и 15 числа это будет коррекционная система драй то он так эфир конечно сохраню моя страничка стопа 41 но вы можете здесь смотреть прямые эфиры ну и со своей странице тоже довольно таки часто виду прямые эфиры если угол сам клиент бы острик оставил бы треугольничек которые делали смотрите мы делали резекцию краевую то есть ногтевой пластины то есть мы убирали потому что если вы пересмотрите эфир самого начала то там была пиогенная гранулема было изменение структуры цвета ногтевой пластины сейчас ноготь условно выглядит нормальным нету воспалительного процесса то есть мы должны с вами всегда помнить что мы не работаем с воспалительными процессами что мы должны с вами работать уже после того как воспалительный процесс полностью пройдет скажите пожалуйста разве не нужно закреплять результат после выравнивали ногтевой пластины и носить пластины еще некоторое время конечно нужно закреплять результат вы можете порекомендовать вашему клиенту те же самые капли тинктур которые будут давать эластичность ногтевой пластины собственно это и будет закреплением как бы той работы что вы сделали но здесь еще немаловажно то что вы должны собственно работать перед изначально с причиной возникновения данной проблемы то есть у данного клиента у нее была обувь на три размера меньше чем она должна вообще носить сейчас наносит 43 размеры естественно у нас за три недели прям такая поразительная динамика да то есть полностью прошел воспалительный процесс соответственно если вы не убираете причину причин может быть много это и форма обуви не может не соответствовать а соответствует например только длина до высота обуви может не соответствует то есть высота от подошвы до верха тоже может не соответствует все это мы разбираем и проходим на курсах, я учу вас, как читать стопу, как с ней работать, какую выстроить программу с данным клиентом, для того, чтобы у него было как можно быстрее положительный эффект, то есть не просто научить вас применять какие-то коррекционные системы, а именно научить вас справляться с этой проблемой, читать и убирать изначально причину возникновения этой проблемы. Девочки, смотрите, какой способ легче всего освоить. Мы для вас подбираем наиболее, скажем, эффективные способы, да, их очень много, но мы стараемся для тех, кто проходит введение в патологию или уже курс практик, да, то есть мы стараемся делать так, чтобы вам было максимально комфортно и чтобы вы освоили все эти знания уже непосредственно на курсах. Поверьте, у нас ни один ученик не остается без внимания и, то есть, даже после курсов мы все равно остаемся вашими кураторами, вы всегда можете задать вопросы, вы всегда можете к нам обратиться. Воспалительные процессы, девочки, не могу вам сказать, на самом деле, вопрос читает Аня, здравствуйте, чем лучше снимать воспаление, какими препаратами? Смотрите, если мы назначаем гипертонические ванночки, если гипертонические ванночки не сработали в течение трех дней, я направляю в соседний кабинет к врачу, в вашем случае тоже рекомендую, если у клиента не проходит воспалительный процесс в течение трех дней, направлять его к врачу. Почему? Потому что это может быть и на фоне повышенного сахара, это может быть разные причины, то есть может быть гиперимированные валики, и вы не сможете достать оттуда шип, то есть, соответственно, чтобы вы не навредили ни в коем случае ни себе, ни в первую очередь клиенту, то есть наша работа направлена на то, чтобы все-таки улучшать качество жизни наших клиентов, да, и не создавать им никаких проблем. Мы находимся в городе Москва, и преподаю я в городе Москва и город Петропавловск-Камчатский. Обязательно сохраню эфир, буду рада вас видеть на своих курсах. Девчонки, я уже буду заканчивать прямой эфир, 40 минут пролетело очень быстро, я была рада всех видеть и рада для вас поработать в прямом эфире, буду стараться еще до апреля месяца выходить в прямые эфиры, подбирать для вас интересные случаи, для тех, кто уже проходил мои курсы, эти будут прямые эфиры очень полезны, это закрепление, повторение материала для тех, кто только собирается посетить наши курсы, то есть вы посмотрите, что все наши преподаватели это практикующие мастера, которые, то есть, все время практикуют, то есть я непосредственно каждый день работаю с утра и до вечера с такими проблемами, как вросший ноготь, мозоли, трещины, различные виды изменения стопы, то есть и, соответственно, этот курс я и преподаю, то, что я веду. Еще раз всех рада была видеть, я желаю всем хорошего дня, я желаю всем хорошего вечера, у кого какие часовые пояса, присоединяйтесь к нашим прямым эфирам, я буду рада вас видеть. Субтитры сделал DimaTorzok